Не забывайте подписываться на наш аккаунт. Сегодня они вырвались на свободу из приюта, хоть и на несколько часов. Для четвероногих это уже целое событие. День рождения с таким размахом Ласка проводит впервые. Приюту исполнилось 22 года. Хвостатых здесь можно почесать за ушком, фотографировать и даже покататься на собачьих упряжках. А еще каждый может увидеть в этих хвостатых охранника или просто друга, которого можно забрать домой. У родителей могу еще уговорить, попросить, купить, либо же забрать собачку, потому что очень жалко их, хочется с собой домой забрать. Хотелось бы, чтобы у нас в нашем городе Барнауле поменьше было бездомных животных и больше доброты, чтобы у людей было. Как говорят в приюте, когда-то эти хаски завели за красивые глазки. Поселили ездовую собаку в душной квартире, а после выкинули на улицу. Сегодня в приюте живут 26 собак этой породы. Люди не справляются с такими активными собаками и чаще всего они оказываются на улице. У нас в приюте есть фенотип Ротвейлера, который тоже выкинули. Была фенотип Стафа, ее забрали, слава богу. Сегодня любой желающий может присоединиться к тренировкам в приюте, а также к ездовому спорту, завести себе подопечного и заниматься с ним. Так иногда человек и собака понимают, что больше не могут друг без друга. Это любовь с первого взгляда была. Просто он уснул у меня на руках. Он уснул у меня на руках, то есть он лежал как ребенок, пузиком кверху. Вот мы не могли устоять, забрали его домой. К сожалению, так бывает не всегда. У активистов есть большие опасения насчет судьбы хвостатых бродяг. Недавно жители города направили коллективное письмо Виктору Томенко с просьбой не допустить массового убийства четвероногих. Дело в том, что в прошлом году Госдума приняла поправки, которые дают регионам право самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Барнаульцы надеются, что Алтайский край пойдет по другому пути, более гуманному. Многолетняя практика уничтожения животных доказала, что это не решает никак проблему. Ну то есть пока мы убираем вот это следствие, причина все еще остается и, соответственно, поступает все новое и новое. Это просто бесконечное убийство. Оно никак не решает ни проблем нападений, укусов и всего на свете. Сегодня в Ласке живет больше 600 собак. Приют не резиновый, так что часть хвостатых после стерилизации отправляют обратно на улицу. И тем временем люди подкидывают новых щенков. Пока кто-то борется со следствием проблемы, ее причина – человек продолжает бездумно усугублять ситуацию. Все бездомные рождаются дома, и это очень печально. Ну то есть человек в силах предупредить эту проблему, да, не допускать ее. Потому что все мы и зоозащитники, и люди, которые там, не знаю, не любят бояться животных, мы все хотим одной цели, да, мы хотим, чтобы на улицах не было бездомных животных. Ирина Корчагина, День с толком.